В республиканских масштабах, разделив на несколько зон глав сельских поселений Татарстана, обучают не первый год. Проведение таких семинаров по повышению квалификации вошло уже в добрую традицию. Чистополь стал местом сбора представителей семи районов Закамья. Всего 159 человек. Такие встречи – это своего рода открытый диалог между местным руководством и органами государственной власти республики, отметил в своем выступлении на семинаре председатель муниципальных образований Татарстана Минсагид Шакиров. В мероприятии будет оно полезно, и я думаю, мы найдем на многие вопросы ответы, на которые вы ожидаете эти ответы, на которые мы не сумеем сегодня, мы дальше с вами вместе будем искать эти ответы, и обязательно мы их направим. Выступил перед участниками семинара и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Он подчеркнул, что сельским поселениям Татарстана в последние годы уделяется все больше внимания. Строятся клубы, фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются многоквартирные дома, школы, выделяются гранты. Огромная, существенная поддержка, Илья Иванович, это грантовая поддержка по миллиону рублей ежегодно. За три года восемь наших коллег, то есть главы сельских поселений, на свои поселения получили поддержку. Очень существенная. К тем существующей программе уже добавляется этот миллион. И самообложение очень эффектно сейчас работает, поэтому тоже это отдельное спасибо. Наше поселение почувствовало вкус этой работы. Действительно, на один собранный рубль, 4 рубля еще из республики датируется. Это существенная сумма получается, и много удается сделать. Как всегда, мы знаем, наши поселения, они все дотационные, денег не хватает. И вот за счет этих грантов, за счет этой поддержки, действительно, очень много делается. По мнению организаторов аппарата президента и Совета муниципальных образований Татарстана, главная цель совещания – информирование глав сельских поселений о работе органов государственной власти в рамках наиболее важных отраслей государственного управления, обсуждение проблем координации деятельности органов государственной и муниципальной власти, обзор изменений в федеральном и республиканском законодательствах, анализ опыта правоприменительной практики. В ходе таких семинаров стороны получают возможность обменяться опытом, выявить наиболее острые проблемы с тем, чтобы выработать подходы к их решению. Мы всегда интересуемся, в первую очередь, вашим мнением, теми вопросами, которые волнуют вас. Но в то же время надо понимать, что представители министерств, ведомств, которых мы приглашаем, у них есть свои вопросы, которые они хотели бы донести до вас, задачи, которые вы совместно решаете. Поэтому они важные для себя темы также обозначат. Плюс есть поручения президента, которые мы также пытаемся учесть в рамках проведения данных семинаров. В ходе семинара были рассмотрены новшества законодательств в серии регулирования полномочий и ответственности органов местного самоуправления, вопросы прокурорского надзора за их деятельностью, повышение деловой активности сельского населения с учетом мер господдержки, утилизации ТБО и добычи общераспространенных полезных ископаемых, пожарной безопасности. Также речь зашла об антитеррористической защищенности поселений, реализации на территории муниципальных образований в 2016 году федеральных и республиканских социально-экономических программ, реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.